Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем наши видео уроки по истории нового времени. И сегодня мы с вами поговорим о первой буржуазной революции в истории. О Нидерландской буржуазной революции. Где располагаются эти самые Нидерланды? Почему именно в них произошла первая в истории революция буржуазного типа? И что такое вообще буржуазные революции? Мы с вами сегодня попытаемся разобраться. Буржуазная революция в Нидерландах. Процесс, который растянулся на 82 года. С 1566 по 1648 год. Этот процесс был очень тесно связан с той борьбой за независимость, которые нидерландские провинции вели против своего суверена, против испанского короля. Но прежде чем мы с вами начнем говорить о самих событиях, мы должны разобраться с тем, что такое революция вообще. Революция это коренное и относительно быстрое по историческим меркам изменение общественно-экономического и политического устройства общества. Жизнь людей в результате революции меняется полностью, меняется их экономическая деятельность, меняется система политической власти, меняется культура общества и мировоззрение общества тоже меняется в результате революционных событий. Мы с вами должны помнить, что в основе жизни любого общества лежат экономические отношения. В первую очередь люди заняты тем, что производят необходимые для жизни товары и уже от этого выстраивается все остальное. В эпоху средневековья в Европе господствовала феодальная экономика, основанная на труде зависимых крестьян. Зависимые крестьяне работали на своих землевладельцев-феодалов, отдавая им часть произведенного продукта за счет вот этого продукта, эти самые феодалы и жили. Большая часть богатств в феодальном обществе, а значит и политическая власть в этом обществе принадлежала дворянам-землевладельцам, второму сословию, рыцарству. Лучшими представителями этого сословия, конечно, были короли. Но мы с вами знаем, что в эпоху нового времени идет активное зарождение, а потом и развитие капиталистических отношений, когда основное богатство уже не земля, а капитал денежный или реальный, выраженный в каких-то товарах. И этот капитал находится не в руках дворян-землевладельцев, а в руках нового слоя общества, нового класса буржуазии. Предпринимателей, торговцев, промышленников. У них есть богатство, но у них нет политической власти. Получается, что экономика нового времени, капиталистическая экономика вступает в противоречие со старой феодальной политической системой. Старая система управления, основанная на королевской власти, уже не удовлетворяет вот этот самый слой буржуазии, который хочет политической власти. Естественно, что дворяне от своей власти отказываться не желают, короли не желают поступиться даже толикой своего могущества, и это неизбежно приводит к социальному взрыву. Этот взрыв и есть революция. Революция может победить, революция может проиграть. Подобная революция, когда буржуазия пыталась взять власть, в начале 16 века происходила в Германии, к ней присоединились крестьяне, но тамошние феодалы эту революцию задавили. В Нидерландах, забегая вперед, скажем, им задавить революцию не удалось. У нас есть представление, что революция это очень быстрый переворот. Раз, два, три, власть захватили и все, революция свершилась. Нет, революция это процесс, короткий по общеисторическим меркам, но с точки зрения жизни даже одного человека достаточно длинный. Буржуазная революция в Нидерландах длится почти 80 лет. Поэтому не надо думать, что вот сегодня у нас случилась революция, а завтра уже полностью изменилась вся жизнь. Это процесс постепенный. Ну а теперь, разобравшись с тем, что такое революция, давайте мы с вами поговорим о самих Нидерландах. Нидерланды в переводе на русский язык означает нижние или низовые земли. Это земли, которые лежали в нижнем течении крупных европейских рек Моаса, Шельды, Рейна. Еще эти территории называли Фландрия или Фламандия. И вот это вот небольшой кусочек европейской территории, который сегодня располагается в границах Бельгии, Голландии, Люксембурга, Северной Франции, частично Северо-Западной Германии. В общем-то по европейским меркам был не самым крупным. Население Нидерландов составляло всего 3 миллиона человек, но заселены вот эти самые низовые земли были очень и очень плотно. Ученые-историки насчитывают в Нидерландах 16 века около 300 городов, около 6,5 тысяч деревень. Маленькая территория, очень густо населенная, становится территорией, где очень быстро развиваются капиталистические отношения. Нидерланды лежат на берегу Северного моря, достаточно низко. Не случайно эти земли называют низкими. Поэтому для того, чтобы защитить свои поля от морских приливов, жители Нидерландов построили целую систему дамб, плотин, каналов, которая позволила им отогнать воду морей, обнажив в некоторых случаях даже морское дно. И вот эти вот территории, огороженные дамбами и плотинами, земли, лежащие ниже уровня моря, назывались польдерами. Многие города и деревни Нидерландов, пашни и луга располагались на этих самых польдерах, и только дамбы и плотины сдерживали ярость Северного моря. В Нидерландах, которые лежат вокруг устьев больших рек, конечно же развивается торговля. В Европе в средние века торговля развивалась по морям и по рекам. Нидерланды владеют и реками, их устьями, и морями, центром нидерландской торговли, а в общем-то и общеевропейской торговли в раннее новое время стал город Антверпен. Сегодня он располагается на территории Бельгии. Тогда расположенный во Фландрии Антверпен был самым крупным торговым центром Европы. В Нидерландах активно развивается мануфактурное производство. В общем, мы видим, что капитализм там шагает семимильными шагами. В стране добывается каменный уголь, выплавляется много металла. На верфях от Тверпена и Гааги строились на тот момент самые современные и быстроходные корабли. Голландские полотно и сукно, шерсть для которого поступала из Испании, славились по всему известному тогда миру. Население северных провинций занималось рыболовством, мореходством. На плодородных землях польдеров крестьяне получали хорошие урожаи. Нидерланды были очень богатой и развитой страной. Это не была какая-то единая страна. Нидерланды были разделены на 17 областей, которые назывались провинциями и каждая из них имела внутреннее самоуправление. Нидерланды достались императорам из династии Габсбургов в качестве бургундского наследства. Когда-то в средние века Нидерланды были ареной борьбы между бургундскими герцогами и французскими королями. Затем, когда бургундское герцогство перестало существовать по феодальному династическому праву, Нидерланды перешли под руку Габсбургов. Когда могучая империя императора Карла V распалась и он разделил свои земли между своим сыном, королем Испании Филиппом II и своим братом Фердинандом Австрийским, Нидерланды достались не австрийскому правителю, а испанскому. При Карле V в Нидерландах сохранялось самоуправление, в каждой из провинций были свои собственные генеральные штаты, то есть собрания представителей разных сословий, которые собирались по разным важным вопросам, и были общенидерландские генеральные штаты. Во главе 17 нидерландских провинций стоял наместник, назначаемый испанским королем. Он назывался штатгальтер или на голландский манер стадхаудер. Совершенно не случайно историки называют Нидерланды 16 века жемчужиной в короне Габсбургов. Вот эта маленькая земля, которой так активно развивалась торговля, приносила испанской короне огромные прибыли. По подсчетам историков ежегодно только в виде налогов Нидерланды приносили в испанскую казну 2 миллиона золотых монет, что на самом деле в четыре раза больше, чем приносили богатые золотом и серебром испанские колонии в новом свете. Правда, сегодня есть историки, которые говорят, что вот эта вот доходность Нидерландов сильно преувеличена, но большинство все-таки считает, что Нидерланды действительно были вот той самой овцой, которая позволяла испанским королям стричь много драгоценной шерсти. Поскольку Нидерланды лежат совсем неподалеку от германских земель, туда, как во многие другие страны Европы, постепенно проникает протестантизм. В Нидерландах находится немало сторонников идей Жана Кальвина. И вот эти идеи, которые высказывал Жан Кальвин, мы про них подробно рассказывали в одном из наших предыдущих видео уроков, очень соответствуют интересам богатеющей нидерландской буржуазии. Ведь Кальвин говорил, что богатство человека, его успех в предпринимательской деятельности, в бизнесе, это свидетельство Божьей благодати. Если ты успешно ведешь свое дело, получаешь высокие прибыли, значит с тобой бог. И нидерландские буржуа, промышленники, торговцы, получая немалые барыши, чувствовали, за их спиной стоит сам Господь, он их поддерживает. Но идеи Кальвина совершенно точно не разделялись в яростно католической Испании. Поэтому конфликт в Нидерландах был конфликтом двойным, даже я бы сказал тройным. Во-первых, это был конфликт Испании и Нидерландов по национальному признаку. Во-вторых, это был религиозный конфликт католики против протестантов. И в-третьих, и это самое главное, пожалуй, это был конфликт между старым феодальным строем и новым строем буржуазным. Испанские короли с протестантизмом боролись по всей Европе и в Нидерландах тоже. Проповедь учения Кальвина и других протестантских священников была запрещена, а с 1525 года по приказу императора Карла V Габсбурга в Нидерландах была учреждена инквизиция, то есть церковный суд по делам еретиков. Согласно правилам, которые были установлены инквизицией в Нидерландах, если ты совершал донос, сообщал в инквизицию, что вот тот или иной твой знакомый еретик, протестант, и его действительно уличали в протестантизме, у него конфисковывали все имущество, а часть этого имущества шла в твой карман, шла в карман доносчика. Поэтому неудивительно, что доносов против протестантов явных или мнимых было огромное количество. Ученые говорят, что до конца 16 века, то есть за 75 лет, в Нидерландах испанская католическая инквизиция отправила на костер около 100 тысяч нераскаившихся еретиков-протестантов. Более того, испанские инквизиторы вообще не церемонились и, недолго думая, в 1563 году приговорили всех жителей Нидерландов, от мала до велика, и мужчин, и женщин, и стариков, и детей, к сожжению на костре как неисправимых еретиков. Это был, пожалуй, первый случай в истории, когда целую страну объявили еретической, и жителей ее надо было физически уничтожить. Понятно, что в реальности всех жителей Нидерландов все 3 миллиона населения сжечь было невозможно, поэтому испанцы называли жителей Нидерландов недосожженные. Дескать, то, что вы пока живы, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Естественно, эту недоработку надо было всячески исправлять. Вот о том, как действовала испанская инквизиция в Нидерландах, очень хорошо пишет бельгийский писатель Шарль Декастер. У него есть отличная книга «Легенда об Уллиншпигеле», которая рассказывает о буржуазной революции в Нидерландах, о ее предпосылках, о ее начале, о ее завершении на фоне очень такой широкой картины народной жизни Нидерландов того периода. Очень рекомендую к прочтению. Испанские короли, сначала Карл V, а потом и Филипп II, его наследник, постоянно пытались получить с Нидерландов как можно больше. Увеличивали налоги, запрещали торговлю с Англией, вводили высокие пошлины на испанскую шерсть, на которой, напомню, работала промышленность Нидерландов. Если с Англией торговать запрещено, значит английская шерсть не попадет на нидерландские мануфактуры. Попадет туда только испанская шерсть, которая обложена высокими торговыми пошлинами, а значит страшно дорогая. А значит прибыли, которые будут получать нидерландские мануфактурщики, будут существенно ниже. А вот королевская казна Испании, конечно, пополнится. Все это было очень не по душе. Я бы даже сказал, что это было серпом по сердцу нидерландской буржуазии. Она теряла прибыли. Она не только не имела собственной политической власти. Под властью испанских королей они беднели, и это должно было привести к взрыву. Недовольны были и фламандские нидерландские дворяне. Испанские короли их отстраняли от управления страной. На главные должности в Нидерландах назначались испанцы или немцы, ставленники Габсбургов. Местные дворяне оказались вдали от чинов, а значит и от высоких доходов. Поэтому и среди нидерландского дворянства возникает оппозиция. Возглавили ее известные в Нидерландах люди Вильгельм Аранский, по прозвищу Молчаливый, графы Эггмант и Горн. Что любопытно, все вот эти люди, в общем-то, неплохо послужили империи Габсбургов, сражаясь в их войсках против тех же французов, например. Но теперь они в оппозиции. Постепенно гаечки, которые закручивали испанцы в Нидерландах, привели к социальному взрыву. Все началось в 1566 году. В северных провинциях Нидерландов началось восстание иконоборцев. Замученные инквизицией, разозленные запретом исповедовать протестантскую религию, местные жители восстали и начали уничтожать католические храмы. Не случайно это восстание называется восстанием иконоборцев, потому что восставшие врывались в церкви, громили иконы, громили статуи, считая, что изображение Бога, Богоматери, святых – это идолопоклонничество, так характерное для католической церкви, но совершенно неприемлемое в протестантизме. Восстание очень быстро распространилось на многие провинции и вызвало серьезную озабоченность в Испании. Уже на следующий год из Испании в Нидерланды входит карательная армия. Ведет эту армию новоназначенный правитель Нидерландов Фернандо Альварес де Толедо и Пиментель, более известный как герцог Альба. Этот человек, выдающийся испанский полководец, в Нидерландах оставил себе крайне неприятную память. Его называли кровавым герцогом, потому что подавлять восстание Черни, подавлять бунт протестантов герцог Альба, истовый католик, начал с запредельной жестокостью. Им был учрежден специальный совет по делам мятежей, который получил название кровавого совета в народе. Заподозренные в участии в антиправительственных действиях лихо и без всяких вопросов этим советом отправлялись на плаху. В Нидерландах начинаются массовые казни. Только за три года действий герцога Альбы было казнено около 8 тысяч человек. Причем под топор, ну точнее под меч палача, попали и лидеры сопротивления. Граф Эггмант, граф Горн были арестованы, осуждены советом по делам мятежей и казнены на плахе. Вильгельму Аранскому удалось бежать в Германию, и он решил начать сопротивление. В 1568 году Вильгельм Аранский из армии германских наемников, набранных в соседних территориях, вторгается в Нидерланды, начинает войну против герцога Альбы. Позицию испанцев по отношению к жителям Нидерландов очень хорошо выражают слова, которые произнес испанский король Филипп II. Я предпочитаю вовсе не иметь подданных, чем иметь в качестве таковых еретиков. В этом смысле у герцога Альбы приказом короля были развязаны руки для любых жестокостей. Кроме того, чтобы еще больше выкачать денег из Нидерландов, герцог Альба вводит в Нидерландах особый налог, который получил название Алькабала. Алькабала – это 10% налог на все торговые сделки. Нидерланды жили за счет торговли. Купил, продал, потом снова перепродал, потом снова и так далее. Некоторые товары в нидерландские купцы умудрялись перепродавать по 6-8 раз. Из каждой такой сделки надо было платить 10% налога. Кто же такое будет терпеть? Нидерланды восстали. Был лидер Вильгельм Аранский. Было войско и было яростное народное возмущение. Испанский террор, развязанный герцогом Альпой, привел к целой серии народных выступлений против испанцев. Начинается партизанская война. В дело вступают гезы. Гезами историки называют нидерландских партизан, которые боролись против Испании. Слово это в дословном переводе означает нищий, оборванец. С появлением слова гезы связана достаточно забавная история. Однажды нидерландские дворяне обратились к наместнице нидерландов с просьбой смягчить налоги, прекратить преследование еретиков. Нижайше попросились нисхождения. Они явились на эту встречу одетыми весьма скромно, как того требовала протестантская религия. И это вызвало смех, насмешки со стороны богато одетой испанской знати. Испанцы стали называть нидерландцев оборванцами, гезами. Но вот эта презрительная кличка была поднята на щит и сами жители Нидерландов с гордостью себя гезами стали называть. В первую очередь гезами были рыбаки, моряки, торговцы с севера нидерландов. Они снаряжали на свой страх и риск корабли, выходили в море, грабили испанские суда, нападали на прибрежные города, занятые испанскими гарнизонами. На юге нидерландов, там где сегодня располагается Бельгия, там действовали в основном гезы лесные. Это были сухопутные партизаны, морские гезы воевали на море с испанцами, лесные гезы воевали с испанцами на суше. В апреле 1572 года стремительно неожиданной атакой морские гезы захватили порт Брилле на одном из островов Зеландии и захват этого города стал сигналом к всеобщему восстанию во всех северных провинциях. Вильгельм Аранский был торжественно объявлен правителем Нидерландов, а испанскую власть признавать отказались. Герцог Альба отправляет против мятежников войска. Испанцы один за другим осаждают фламандские города. Но успеха нет. Справиться с восстанием герцог Альба не может. Ему удается взять некоторые города, например Харлем, который долго и отчаянно защищал голландский гарнизон, полностью уничтоженный с испанцами. Но справиться с восстанием целиком, когда восстал весь народ, это было невозможно. Герцога Альбу, как не справившегося, отзывают в Испанию, но те, кто пришел ему на смену, были не менее жестокими, чем кровавый герцог. Полтора года с 1573 по 1574 год испанские войска осаждают город Лейден в северных Нидерландах. Жители этого города настолько изнемогли от голода, что сожрали всю живность собак, кошек, крыс и даже пускали на еду кожу со своих собственных сапог. Когда испанцы предложили жителям Лейдена сдаться, те ответили, знайте, каждый из нас съест свою левую руку, чтобы правой продолжать защищать свою свободу. На помощь Лейдену пришли морские гёзы. Они подорвали плотины вокруг города и хлынувшее море буквально снесло испанский лагерь. Испанцы были вынуждены отступить из-под Лейдена. Война ширилась, ширилась и ширилась. В 1576 году испанские войска, озверев от невыплаты жалования, устроили бунт и без приказа командования разграбили один из крупнейших городов Фландрии, Антверпен, который ещё сохранял верность испанской короне. Это событие получило название «Испанская ярость», «Фурия Эспаньола». Около 8 тысяч жителей Антверпена были уничтожены, было сожжено более 600 домов. И вот эта ничем не спровоцированная жестокость вызвала восстание уже не только в северных, но и в южных провинциях. Правда, в южных провинциях, в южной части Нидерландов протестантов было существенно меньше, чем католиков. И через три года дворянство и буржуазия южных Нидерландов пошли на соглашение с испанским королём, согласившись признать его своим владыкой. В ответ на это северные провинции, семь северных провинций в городе Утрехт, заключают между собой унию, то есть союз. Утрехтская уния 1579 года провозглашала независимость северных Нидерландов от испанской короны. А через два года, в 1581 году, генеральные штаты северных семи провинций объявили о низложении Филиппа II в качестве их суверена. В постановлении нидерландских генеральных штатов было сказано, не народ создан для государя, а государь для народа, ибо без народа не было бы и государя. Государь существует для того, чтобы править своими подданными по закону и справедливости. Если же он поступает с ними не так, а как с рабами, то тем самым перестаёт быть государем и становится тираном. И подданные имеют право по законному решению своих представителей на генеральных штатах его покинуть. На карте Европы появляется новое государство, Соединённое провинции Нидерландов. Жители Соединённых провинций долго искали себе нового короля. Предполагалось, что им станет Вильгелем Аранский, но в 1584 году он был убит испанским наёмником, фанатиком. Сопротивлением возглавил его сын Морис Аранский. Война продолжилась, а восставшие северные провинции стали республикой. Республика Соединённых провинций – так стала называться освобождённая от испанского владычества часть Нидерландов. И власть там принадлежала уже не королю, не дворянству, а местной буржуазии. Нидерланды опирались на поддержку, которую им активно оказывала Англия, особенно в эпоху королевы Елизаветы Тюдор, на поддержку французских гугенотов, на поддержку немецких протестантов. Вот эта война привела к тому, что в 1609 году испанцы, утомлённые долгой войной, согласились на заключение перемирия. На 12 лет было заключено перемирие. Испания фактически признала независимость Нидерландов. Правда, через 12 лет, в 1621 году, война возобновится, но это будет война уже в рамках общеевропейской 30-летней войны, о которой мы поговорим с вами отдельно. Когда в 1648 году 30-летняя война завершилась, был подписан Вестфальский мир. Один из пунктов вот этих вот мирных договоров был пункт о признании независимости Нидерландов. Нидерланды добились победы не все. Южные провинции остались в составе Испанской империи и обретут независимость только уже в 19 веке. Ну а пока что можем сказать, что борьба Нидерландов против Испании это была первая в истории человечества успешная буржуазная революция, которая ознаменовала переход от феодального строя к новому капиталистическому строю, пускай и на маленьком участке европейской территории. В 17 веке северные Нидерланды, которые стали часто называть Голландией по имени самой крупной провинции, испытывали настоящий подъем. Ученые называют 17 век золотым веком Голландии. В этот период эта страна экономический лидер всей Европы. В стране быстро разбиваются капиталистические отношения, но что интересно, простому народу от того, что власть пришла в руки буржуазии легче особенно не стало. Просто поменялся эксплуататор, тот кто присваивает результаты своего труда. Наемные рабочие в Нидерландах имели очень и очень низкие заработки. Это было очень выгодно нидерландским предпринимателям, но не делало легче жизнь простых людей. Нидерланды превратились в настоящий центр даже не только европейской, общей мировой торговли. Правда, разрушенный испанцами, разграбленный Антверпен, оставшийся под испанской короной, уступает свое место другому крупному городу. Экономическим центром и Нидерландов, и Европы становится Амстердам. Туда ежедневно приходят десятки кораблей с грузами со всего мира. Нидерланды имеют самый крупный торговый флот в Европе. Около четырех с половиной тысяч кораблей, что вдвое больше, чем все остальные европейские страны вместе взятые. И не будет преувеличением сказать, что три четверти всех товаров, которые продавались в Европе, перевозились на голландских кораблях. Став по-настоящему великой морской державой, Голландия обзаводится и собственными колониями, захватывая территории как в Карибском море, ну, например, остров Кюрасао, так и отнимая португальские колонии в Азии. Центром колониальной империи Голландии становится Индонезия, где город Батавия, нынешняя Джакарта, стал центром голландского владычества. Такой быстрый рост капитализма в Голландии в 17 веке привел ее к серьезному конфликту с другой страной, которая тоже претендовала на лидерство. Это была Англия. Об Англии, о том, как в Англии произошла буржуазная революция, мы с вами подробнее поговорим чуть позже, буквально на следующем видеоуроке. Ну, а пока что скажем, что две передовых буржуазных страны, страны, победивших буржуазных революций, Голландия и Англия схлестнутся во второй половине 17 века в яростных войнах за господство, за то, кто будет главным в Европе. И вот эти войны Голландии пришлется вести на протяжении почти 50 лет. Так или иначе, к началу 18 века Голландия очевидный лидер Европы по очень многим показателям. Страна маленькая, но богатая. И за счет того, что там произошла смена общественно-экономического строя, произошла буржуазная революция, Голландия имела возможность развиваться самыми быстрыми в Европе темпами. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.